Удар стихии нанес серьезный ущерб сельскому хозяйству района. В результате паводка пострадало порядка 300 тысяч гектаров культур земледелия. На некоторых полях под водой оказались участки пропашно-технических и озимых. Во втором отделении агрофирма «Прогресс» местность рельефная. Поэтому ливневые воды на склонах смыли плодородную почву вместе с посевами. Это поле придется пересевать полностью, говорит агроном хозяйства. Всего здесь пострадало более 70 гектаров. Мало того, что обилие весенних осадков не дают нам в оптимальные сроки произвести сев до конца, но еще и вот мы видим картину, какие последствия происходят после осадков и падения. То есть порядка 70-80 гектар полностью смыто посевов сои. Кукуруза частичное повреждение, так также можем наблюдать 15 гектар. А зимы подтоплены, в частности, посевы озимого ячменя пострадали сильно. Где мы непосредственно находимся, здесь нужно полностью восстанавливать, пересеивать. Иначе с этого поля мы ничего не получим. И таких участков он не один, их несколько набирается из-за рельефа, где произошло полностью смывание посева. Каждый новый день труженики полей встречают с тревогой. Из-за дождей весенний комплекс работ задерживается на целый месяц. Отставание идет и в севеяровых культур, и уходных мероприятиях. Аграрии хозяйств используют буквально каждый погожий час, чтобы выполнить намеченные работы. Обильные осадки и высокие температуры в мае спровоцировали развитие различных заболеваний пшеницы и ячменя. Сейчас земледельцы хозяйства активно ведут работы по спасению урожая. А зимы и культуры обрабатывают специальными препаратами, направленными на борьбу с вредителями и болезнями. Как только перестал лить дождь с поля, вышла вся сельхозтехника. В хозяйстве кедр необходимо провести уходные работы более чем на тысячи гектаров озимых культур. На пшенице начали развиваться болезни, одна из которых – бурая ржавчина. Также специалисты наблюдают активное заселение на зелёной массе вредителя пьявицы. Задача аграриев – не допустить распространения заболеваний с раннего утра и до позднего вечера в полях работает специализированная техника. Определённое отставание было в графике нашей работы. Получилось, что накладывалось все работы одно на другое, поэтому приходится работать до поздна, до десяти и до полодиннадцатого ночи. С утра до вечера получается, что работаем. Все работают, понимают важность работы, что понимают, что ситуация сложная. Как этот год и вообще таких не видел. Вода везде стоит, даже дома, во дворах. И вот это вот спало чуть-чуть. И вы скорее? Ну и в поле. Конечно, вырастен. И должен неплохой быть. Пшеница какая высокая. Да и очмень такой же. Сейчас все силы брошены на все погожие дни, часы. Вплоть до ночи. Стараемся посеять. Руководство все, препараты все пообеспечило, поставило. Наше дело только вовремя подвести. Пока одна группа земледельцев Кедра занимается уходными работами на зимом клине, другие заняты севом пропажа технических культур. Воспользовавшись погожим днем, механизаторы спешат засеять последние гектары сои. Земледельцы трудятся практически без перерыва. Техника останавливается только тогда, когда агрегат заправляют пассивным материалом. Такими же темпами сейчас работают во всех хозяйствах района. По-другому нельзя. Упущенные сроки весенних полевых мероприятий необходимо наверстать, поясняет начальник управления сельского хозяйства Петр Приходько. Ситуация в этом году сложилась очень сложная, потому что обильные и частые дожди не позволяли своевременно вести полевые работы, то есть сев яровых пропажных, а их в этом году большое количество, 57 тысяч, где-то 26,5 тысяч кукурузы, около 23 соя и около 4 тысяч подсолнечник. Но на сегодняшний день с данной задачей земледельцы уже справились, заканчиваются севсои, может, сегодня-завтра в основном закончат хозяйство. Проступили к работе вот эти дожди обильные и высокие температуры, позволили развиваться болезням и вредителям на азимовом поле. Сегодня занимаются обработкой азимых зерновых, потому что азим – это основная культура, которая дает людям хлеб, занимаются все. Я думаю, что в ближайшие дни мы закончим работу всю и начнем заниматься, проводить порядок поля, чтобы они выглядели достойно, как всегда, они выглядят в Лобинском районе. Наталья Твиненко, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба».